Продолжение следует... ...давно не пользовались своей скубой и, возможно, забыли, как ее правильно собирать. В этом видео мы вам и напомним, как правильно собирать скубу. На этом видео я постараюсь подробно уделить внимание каким-то тонким моментам при сборке, каким-то важным моментам. Также я расскажу о том, как зашнуровать пряжку баллонного ремня. Этот вопрос вызывает затруднения не только у неопытных дайверов. Даже опытные дайверы зачастую не помнят, как это сделать. Итак, начинаем собирать нашу скубу. Вот баллон. В руке у меня BCD типа жилет. Вы видите, выходное отверстие вентиля баллона должно быть направлено в спинку вашего BCD. Теперь расслабим немножечко ремень, не забываем про страховочную скобу и начинаем собирать. Одеваем наш ремень на баллон и не забываем надеть страховочную петлю на вентиль баллона. После этого фиксируем жилет. В данный момент я фиксирую с помощью колена. Подтягиваем ремень. Выставляем высоту желаемую. И после этого затягиваем. Высота спинки заканчивается на уровне вентиля. И, используя пряжку, затягиваем. Так, BCD закреплен. Вот сейчас еще с другого ракурса. Как это выглядит. Опять же, страховочная петля на вентиль. И закрепляем. Высота, как видите, на уровне вентиля. Убедились, что ваш жилет и выходное отверстие вентиля имеют одно направление. Если не нужно, поправили. Застегнули пряжку. Можно подтянуть. Мочить ремень не обязательно, потому что современные BCD имеют ремни, которые не растягиваются. То есть, намочить ремень не является сейчас необходимым. Это, скорее, уже устаревшее требование. Теперь проверим, как у нас BCD держится на баллоне. Поднимем его за плечевые ленки. Видите, он держится. Ничего не сползает. Все отлично. Дальше. Подсоединяем регулятор. В данный момент мы подсоединяем регулятор с разъемом YOK. Или International. Другое название. Итак, убедились, что О-ринг в вентиле баллона целый. После этого, не забыв развернуть дыхательные ступени у нас всегда с правой стороны. Если с кубы на нас надето, то дыхательные ступени с правой стороны, а поддув и манометр с левой стороны. И прикручиваем. Сейчас момент подсоединения. Я вам покажу более подробно. Вот видите, О-ринг. О-ринг в баллоне, он целый. И вот этот выступ регулятора должен упираться в О-ринг. Аккуратненько вначале ставим. И потом затягиваем. Затягиваем до упора, но не надо большие усилия прилагать. Достаточно, чтобы он плотно просто прижался. После этого мы подсоединяем шланг инфлятора к инфлятору. Имеется в виду шланг поддува инфлятора к инфлятору. Сейчас тоже подробнее покажу, как. Вот видите, надо нажимать на подвижный элемент на шланге, на быстроразъемы. Вот так вот. Пальцами оттягиваете. Оттянули. И подсоединили. После этого нажали на шланг до щелчка. Все. Шланг подсоединен. Отсоединяем то же самое. Вначале подтянули на себя. Вот подвижную часть. И после этого потянули за шланг. Опять нажали. Отсоединили. Оттянули. Отсоединили. Теперь нам надо проверить давление в баллоне. После этого баллон открыли полностью. И надули BCD. BCD надули до срабатывания клапана. Вы услышите шипение от сработавшего клапана. После этого проверили, как он держит давление. Пощупали. Все нормально. После этого вам надо проверить, как у вас работают вторые ступени. Выдох и вдох. Все работает. То же самое со второй. Запасной второй ступенью. То же самое. Выдох и вдох. Все работает. Из регулятора можно дышать. После этого мы крепим октопус за Д-ринг на плече BCD. Чтобы он у нас был в определенном положении. Закрываем баллон. Все шланги заправляем внутрь. И укладываем баллон вместе с собранной с кубой на бок. Чтобы никто это не уронил и он не упал. По поводу грузов. Помните, что многие жилеты оборудованы всевозможными карманами. Вот это задние трим-карманы. Ими удобно пользоваться для того, чтобы равномерно распределить груза по своему BCD. Это передние быстросбрасываемые карманы, которые находятся на фиксаторе. Потянули, отщелкнули, открыли карман, положили груз. И вот этой стороной, то есть стороной, на которой липучка, она идет внутрь. сторона с жесткой такой вставочкой наружу. И защелкиваем, закрываем пряжку и фиксатор, чтобы было, появилась надпись LOCK, то есть закрыто, зафиксировано. А теперь, как зашнуровать баллонный ремень? Этот вопрос вызывает очень много вопросов. вот, в начале продеваем в среднее отверстие, пряжка выгнута у нас назад, как видите, потом в крайние отверстия, крайние отверстия к противоположному концу ремня, после этого натягиваем и в дальнее крайнее отверстие к концу пряжки и используя как рычаг, натягиваем. Все, пряжка застегнута. Теперь разберемся, как собирать BCD типа крыло. Видите, оно немножечко отличается, но принцип тот же самый. Точно так же мы устанавливаем отверстие выходной баллона к спинке, по направлению к спинке вашего BCD и вы видите, у нас два ремня уже баллонных, одеваем их последовательно друг за другом. Верхний ремень должен приходиться на то место, где закругление баллона заканчивается. Это будет оптимальная высота. В таком положении у вас ваша BCD находится максимально высоко. Выше уже в принципе сделать невозможно, потому что на закруглении держаться не будет. И затягиваем пряжки. Если опустить ниже, то ваш регулятор будет биться вам в голову. пряжки застегнуты. У нас отверстие смотрит по направлению спинки, но не совсем, поэтому мы немножечко поправим. Расстегнем пряжки и повернем баллон. Опять застегнем пряжки. направлении совпадает. Приступаем к сборке. В этот раз мы будем использовать регулятор стандарт 1 с резьбовым соединением. Откручиваем колпачок и точно по тому же принципу у нас дыхательный проверили уринг на нем и по тому же принципу дыхательные ступени у нас находятся справа, если скуба одета на нас, а манометр и шланг поддува слева. Прикручиваем регулятор. Опять же затягивать сильно не надо. До момента, когда резьба просто уперлась, все, сильно тянуть не надо. После этого мы можем закрепить шланги, как видите, у нас получается, что шланг основного основной второй ступени идет выше, чем шланг запасной второй ступени. Есть разные модели, но в данной модели именно так. Подсоединяем шланг поддува инфлятора и проверяем давление. Баллон следует открывать медленно. Это позволит избежать как раз разрыва у рингов и это позволит если что быстро закрыть его. Зафиксировали октопус на плечевом д-ринге. Кнопкой поддува надули крыло до срабатывания клапана. У крыла клапан находится снизу. Клапан сработал, крыло надуто, манометр заправляем внутрь. Проверяем вторые ступени, проверяем октопус, работает. Проверяем основную вторую ступень, работает. После этого мы закрываем баллон и кладем нашу скубу, заправляя все шланги внутрь, чтобы они не повредились случайными прохожими или вами. Все, сборка закончена. теперь разберем нашу скубу. По поводу размещения грузов в BCD подобного типа. Их можно разместить на карманах, которые расположены на баллонных ремнях. Также могут быть карманы и на поясной стропе, но мне удобнее размещать на карманах на баллонных ремнях. Не забудьте подспустить крыло, иначе к карману доступ будет затруднен. Все очень просто. Положили в карман, застегнули. Есть нижние карманы, есть верхние карманы. Я предпочитаю распределять это равномерно. В данной модели у меня два кармана, поэтому у меня с одной стороны карман сверху, с другой с противоположный карман снизу. Груза я распределяю равномерно. Наверху и внизу одинаковое количество. Мне так удобно. Вы можете подбирать по вашему усмотрению. Если у вас требуется коррекция плавучести, положение тела, то груза можно распределить больше либо верхней, либо нижней части. Еще раз покажу, как шнуровать пряжку беседень. Берем ремня беседим. Пряжку отгибаем назад. В среднюю прорезь вставляем ремень. Потом продеваем полностью и вставляем в прорезь ближайшую к противоположному концу. После этого подтягиваем в крайнюю прорезь пряжки и используя как рычаг металлические пряжки имеют очень большой радиус натяжения, поэтому очень тяжело их натягивать. Сильно не подтягивайте предварительно. И все, пряжка закрыта. Итак, разбираем. Закрываем баллон. сбрасываем газ, сбрасываем давление. Если мы не сбросим, мы не сможем отвернуть регулятор. Теперь отворачиваем регулятор, откручиваем его. не забываем отсоединить шланг поддува инфлятора и октопус из дыринга плечевого. Все. После этого крышечку обязательно закрываем наш регулятор, чтобы туда не попала вода. отстегиваем пряжки, открываем пряжки и снимаем баллонные ремни с баллона. Все. Наше снаряжение разобрано. Теперь BCD типа интегрированное крыло. Оно не имеет жесткой спинки. Но тем не менее принцип сборки точно такой же. у него нижнее расположение ремня. Поэтому ремень будет в подобного типа BCD расположен немножечко по-другому. Если в обычном BCD типа жилет у нас как правило ремень находится в верхней части баллона, то здесь он находится ближе к середине. И наверху страховочную петлю не забываем надевать. То есть как видели просто у BCD крыло страховочной петли нет. Там есть просто два ремня. Высота точно так же регулируется как и положение. То есть примерно конец спинки она там отмечена специальной наклейкой. То есть что вот здесь примерно заканчивается спинка. Она у нас на уровне вентиля. да вот ремень вот страховочная петля все застегнуто. Опять регулятор типа DIN с разъемом DIN. Сборка происходит ровно в такой же последовательности. Убедились что О-ринг целый. Закручиваем вентиль. Дыхательные ступени с правой стороны. Если скоба одета на вас. После этого убедились что дыхательные справа слева поддув и манометр. У нас в данном случае консоль. подсоединяем шланг инфлятора. На этом инфляторе есть кроме липучки еще два фиксатора для шланга. Что достаточно удобно чтобы шланг не торчал. Вот верхняя такая большая пластмассовая скоба и в серединке маленькая такая пластмассовая скоба. Мы закрепляем в них шланг и после этого подсоединяем разъем инфлятора. все открываем крепим октопус у нас здесь есть специальный пластмассовый держатель на этой скобе вот так у нас октопус закреплен и открываем баллон медленно открываем видим как давление растет все баллон полный открываем полностью до конца вентиль и делаем пол оборота назад все поддувать надо жилет поддуваем проверяем работу клапана клапан у нас тут наверху есть и клапан есть и внизу все клапан сработал проверили что держит давление проверяем дыхание из вторых ступеней основная дышит запасная тоже дышит после этого закрываем баллон и укладываем его заправляя все шланги внутрь нашей скубы все сборка завершена теперь разберем этот беседель но не беседель а скубом потому что совокупность всего этого снаряжения называется скуба итак мы закручиваем баллон сбрасываем давление что нам позволит открутить первую ступень отсоединяем шланг поддува инфлятора откручиваем если тяжело откручивается можно немножко помочь себе повернув саму первую ступень в сторону откручивания все скуба регулятор мы отсоединили не забыли навернуть колпачок колпачок желательно хранить в сухом месте чтобы не продувать крышечку и не вызывать раздражение своих товарищей по погружениям мерзким с громким звуком расстегнули пряжку расстегнули верхнюю страховочную петлю она здесь имеет застежку очень удобно и сдув BCD если мы его не сдуем снимать будет значительно тяжелее потому что давление сжимает баллон надутая камера и сняли все мы разобрали на этом мы с вами обращаемся спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал задавайте вопросы мы рады будем снимать видео для вас на те темы которые вам будут интересны до встречи